Привет, любитель отапливать деревянный дом, с тобой Толян Жарпарком. Сегодня мы поговорим об американском типе отапливания домов обычной воздухогрейной печью. Позвольте мне камеру, я вам сейчас все покажу. Обычно в России используют, когда используют воздуховодные какие-то штуки, делают вот какую-то страшную непонятность, так? Так, возьмем какие-нибудь еще рисунки. Ну, то есть, вот такой вот ужас растягивают по дому с помощью кишок гофры. Где-то тут еще были вот такие вот всякие, всякая дичь, да? Однако в Америке существует некий способ отапливать воздухом смежное помещение без гофры. О, вот это вот что такое? Красота! Сейчас я вам расскажу. Опа, вот я нарисовал схематично дом, что видим на схеме. Раз помещение, два помещения, три помещения, четыре помещения. Стоит печка, стоит дымоход и все, никакой гофры больше нет. Почему? Потому что делается следующее. Здесь делается вырез, здесь делается вырез, здесь делается вырез, здесь делается вырез, и один вырез делается вот здесь. В нижние вырезы вставляется бесшумный вентилятор, именно в нижние, которые гонят воздух из комнат. За счет того, что горячий воздух вытесняет холодный и стремится вверх, то часть воздуха идет на верхний этаж, часть воздуха идет по бокам. И в этом ему помогают вот эти принудительные вентиляторы. Вверх их нельзя оставить, только вниз и только на выдув из этих помещений воздух. И тогда естественной циркуляции с помощью искусственной вдовесок отапливается все это здание. Соответственно, вот печка обычная, огонь, батарея, вон они стоят. Обычная конвекционная печь. Ими можно спокойно отопить помещение. Для того, чтобы рассчитать, какой объем помещения у вас и какая печка должна быть подобрана, нужно, первое, заглянуть в паспорт печи, которая вам понравилась, и посмотреть ее кубатуру. Там написано, отопление в кубах всегда считается. Это ширина помещения, умноженное на высоту, умноженное на длину. У вас 4 помещения, и все 4 надо вот по этой формуле посчитать и потом сложить. И потом посмотреть, допустим, здесь вышла цифра 150, вы выбрали какую-то печку, и у нее тоже написано кубатура 150. Все, все цифры бьются, все нормально. Есть вариант сложнее, но более правильнее. В поисковую систему Google или Яндекс вбить словосочетание калькулятор. Калькулятор, но не обычный, а калькулятор теплопотерь. Теплопотерь. И рассчитать свои строения по калькулятору теплопотерь. И он уже даст мощность отапливаемого помещения в киловаттах. Это будет точнее. И у каждой печи в паспорте написано, сколько киловатт она берет в помещение. Вот, в общем-то, и все. Вот так вот все делается. Подбирается печка и вот так вот разводится без никакой гофры. Это все устарело морально. Но вы скажете, Толя, ты же просто видеоблогер. Ты можешь нести всякую чушь и околеситься. Именно поэтому в сегодняшнем видео у нас гость из самих Соединенных Штатов Америки. Он даже Литл говорит по-русски. И он монтажник. Вот мы его сейчас спросим, фигню я сказал или все именно так? Александр. Здравствуйте, меня зовут Александр. Да, Анатолий не врет. Это он точно говорит. Так в Америке мы устанавливаем. И это очень хорошая система, которая себя очень хорошо зарекомендовала. Ну, все. Вот все. Что еще? Что еще вам надо? Делайте. Откуда я это все узнал? Это все на форум-хаусе. Ссылочка снизу будет на тему по американскому отоплениям. Так что не нужно вам вот это вот. Вот это вот. Если посмотреть на печь, ну, вот это вот все уже устарело морально. Вот что даст вам именно красоту и тепло в доме. Позволь узнать, нужно ли после этого видео, прежде чем его закрыть, поставить лайк? Два. Два лайка. Спасибо. Так что действуйте. Лайк. Спасибо.